Ну а сегодня губернатору Иркутской области Сергею Левченко пришлось опровергать слухи о своей смерти. Информацию о кончине главы региона опубликовала одно из иркутских изданий, причем со ссылкой на источники в администрации области. А дальше это подхватили другие ресурсы. Пресс-службе Сергея Левченко пришлось спешно опровергать эти сообщения, но остановить их было уже невозможно. И вот сейчас мы докажем, что с губернатором Иркутской области все в порядке. Сергей Левченко с нами на связи. Сергей Георгиевич, ну вот эти чудовищные сообщения, это просто какой-то сбой, ошибка информационных систем? Или же вы все-таки видите в этом чью-то, ну, такую умышленную провокацию? Да, Анна, таких случайностей не бывает. Это, конечно, провокация. Мало того, мы даже понимаем, кто это мог сделать, но я думаю, что они проиграли, потому что я только удостоверился в том, что я правильно делаю и не даю некоторым бандитствующим элементам завоевывать в Иркутской области позиции. Да, ну а зачем и кому это может быть нужно? Ведь выборы в вашем регионе еще не очень скоро. Да, Владимир, выборы не скоро. У всех выборы 10 сентября этого года. Я имею в виду и муниципальные выборы, и многие другие. Но дело здесь не в выборах. Иркутская область очень богатая область. И очень много интересов сходится на этой территории. И очень многие хотели бы попользоваться и природными ресурсами, и многим другим, что в Иркутской области есть. Это один из способов давления. Но я повторяю то, что я сказал Анне. Это таким способом они ничего не добьются. Спасибо. Ну, зато по народным приметам теперь долго жить будете. С нами на связи был губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Спасибо, Сергей Георгиевич. Ну, будем надеяться, что провокаторов найдут быстро. Впрочем, к ложным сообщениям о смерти не привыкать и нашим, и западным политикам. Ну да, вот Елизавета II, например. Последний раз СМИ похоронили британскую королеву в январе. Причем сообщение о кончине старейшего монарха мира появилось даже на официальном сайте королевской семьи. И, естественно, разлетелось по СМИ. Пост, конечно, быстро удалили, но слухи развеялись только после того, как королева появилась на публике. В сентябре ведущий американского телеканала отправил на тот свет Хилари Клинтон. Потом руководство канала объяснило это простой оговоркой. Ведущий якобы перепутал слова «смерть» и «здоровье», которые в английском действительно немного похожи. В России громкий фейк о смерти – это сообщение о гибели президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Его опубликовал в 2009 году бывший пресс-секретарь главы республики Ирек Мортазин, который потом отсидел почти два года за клевету.